Приветствую вас, дорогие мои друзья, у микрофона Хюнд вы на канале Поки Пика Проджект, это очередной выпуск нашей рубрики Поки Хаки. И сегодня мы с вами окунемся в доселе неизведанное для меня поле, браузерные игры о покемонах. Мы будем рассматривать отечественный проект под названием Поки Рут, браузерная игра. Эта браузерка вышла совсем-совсем недавно, администратор проекта со мной связался, поделился информацией о своем проекте, мне это все дело показалось очень любопытным и интересным, и вот, собственно, пока я провозился, пока какой-то материал тут подготавливал, подсматривал, игра, собственно, уже вышла в релиз, и прямо сейчас вы можете вместе со мной в нее поиграть. Сам я еще толком ничего здесь не знаю, так что изучать будем сейчас ее вместе с вами. Давлю кнопочку вход, ввожу логин и пароль свои и захожу в игру. Будем смотреть, как тут все устроено. Добро пожаловать в IT в мир. Ну-ка, ух ты, слушайте, ребят, даже музыка есть. Любопытно, честно говоря, с браузерными играми до этого по покемонам, во всяком случае, толком не сталкивался и представлял себе все это немного иначе, но здесь вроде как даже все довольно уютно. Первая кнопочка в верхнем ряду это кнопка покемоны. Здесь вся информация о наших покемонах, но так как покемонов у нас нет, посмотреть там нечего. Далее инвентарь, тоже пусто. Тренеры, здесь всякие друзья, игроки онлайн и все такое прочее. И дневник, наконец, здесь разного рода квесты. Мы пока сюда залезать не будем, давайте попробуем разобраться непосредственно с игровым процессом. Перемещение здесь осуществляется при помощи мыши. Кликаешь в нужную клетку и твой герой в нее идет. Проход в эту клетку запрещен. Ну правильно, здесь покемон стоит. А поговорить можно с матушкой? Ну-ка. Да, есть кнопочка разговора. Привет, рада видеть тебя в этой форме. Ты готов к своему приключению? Готов. Слушайте, классно. Я ничего подобного не видел никогда. Необходимо начать стартовый квест. Поговорите с мамой. Так, мы же поговорили. А, вот куда надо было нажать. На три точки. Первое, что ты должен знать, так это то, что мир полон опасностей и диких покемонов. В путешествие без своего спутника я тебя не отправлю. Сейчас я дам тебе твоего первого покемона. Но знай, что в лаборатории Сайкомора, которая находится в Санта-Лун-Сити, ты сможешь получить еще одного покемона на свой выбор. Найди там профессора, и он с радостью вручит тебе покемона. То есть стартовика дает мама. Вот он, Хелиоптайл. И денег дали. Получено первое задание в квесте начала путешествия. Загляните в дневник. Держи своего старого друга, Гелиоптайла, и начни свое приключение. Классно. То есть теперь смотрите, во-первых, мы получили сколько-то личного опыта, а в дневнике у нас, я так понимаю, а что здесь? В процессе, вот, взялось задание начала путешествия. То есть это задание нам доступно не было, но теперь оно уже взято. Я получил своего первого покемона от мамы. Это оказался мой любимый Гелиоптайл. Она рассказала, что в Санта-Луне можно найти Сайкомора и получить у него нового покемона. Стоит посетить эту лабораторию. И вот здесь какая-то кнопочка есть, скоро появится. Не знаю, что это, но оно пока не появилось. Другие задания, видите, квест не начат. То есть нужно где-то эти квесты, соответственно, взять. Классно. А ну-ка, раздел покемоны как устроен. Гелиоптайл. Пятый уровень. Характер распущенный. Какие-то конфеты, горькое, шоколадное, сладкие ке... О-о-о, да тут механик, ребят. Куча. Способность сухая кожа. Генокод. H30, A30, D30. Все по 30. Ну, я так понимаю, это H это здоровье, А это атака, D защита и так далее. Пойман 27 августа в 2054 тренером Поке Пика Проджект. Здоровье. И можно почему-то его как-то плюсануть еще дополнительно. Добавить покемону Effort Values. Нет, мы добавлять ничего не будем. Вот его атаки. Ну, слушайте, ну классно. Очень удобный интерфейс, мне нравится. Очень красиво сделано. Слушайте, здорово. Пойдемте на выход. Вот. Интересно, как здесь мир вообще реализован. В Эни Вайл Таун. Музыка клевая, блин. Так, здесь стоит Пикачушка. Давайте-ка с ним попробуем поговорить. Опа. Шерстка моего Пикачу просто великолепна. Я буду ухаживать за ним, когда вырасту. Будешь, куда ты денешься. Так, а здесь у нас что? Дед какой-то стоит. Старик Джо. Привет, Поки Пика Проджект. Как поживает твоя мама? Все хорошо. Ну и здорово. Удачи тебе в твоем приключении. Спасибо, Старик Джо. Здесь видим Райхарн, но он просто не дает нам прохода. Стоит возле домика и никакого от него ни пользы, ни вреда, ничего нету. Этот Райхарн охраняет этот дом. Говорят, что его хозяин куда-то уехал на время. А-а-а. Ну, раз так, то нечего и голову забивать. Пойдемте дальше. Искать лабораторию. Я думаю, нам на север. Тропа первая. Класс. Клево. Слушайте, а если я вот так на Веномота? Не, Веномот просто летает. Он тут для красоты. Так, надо как-то наверх забраться. Смотрите, там предмет. Ой, ой, ой. Что-то меня кинуло. Игру немножечко так багануло. Но это такой маленький минорный баг, который ни на что не повлиял. Что это такое? Так, жмакаем. Этот предмет пустой написано. А, ну мы уже, наверное, вытащили что-то из него. Я не обратил внимания. Да, 12 310 денег у нас. И больше, наверное, ничего нет. Скорее всего, это были монеты. Так, ну хорошо, в путь. Здесь куча механик, на самом деле. Какие-то, я так понимаю, торговые механики есть. Аукционы. Я вот тут открывал, есть. То есть, прям покемоны на аукционах продаются. Предметы продаются. Какой-то бриллиантовый покебол. Шакл первого уровня. Клевки сотого. Чего здесь только нет. Но мы пока попробуем ничего не покупать, а просто пройти, ознакомиться с локациями. Привет, Покепика Проджект. Я рада тебя видеть тут. Ты отправляешься в путешествие? Удачи тебе в этом. Берегись опасностей. Дикие покемоны бывают довольно свирепыми. Держи. Это пригодится тебе в твоем путешествии. 10 стимуляторов дала. Класс. И они вот здесь в инвентаре должны появиться. Да, 10 поушенов. Потрясающе. Кстати, если нажать в правом верхнем углу на значок карты, то откроется карта региона. Вот она наконец-то прогрузилась. Она какая-то огромная, ребят. Чего-то конца края не видать. Вы только посмотрите, какие здесь карты. С другой стороны, может быть, это кажется, что они такие большие. Вот стартовый город, он большой. И вот эта вот тропа первая, на которой мы находимся, она тоже здесь довольно крупно показана. Так что, ну, может быть, не такая она и огромная. В левом верхнем углу вижу какой-то раздел бонус. Экспириенс умножен на 3. Деньги умножены на 2. Наверное, это, ну, в честь какого-то ивента у нас идет увеличение получаемого опыта и денег. Хорошо. А-а-а, ничего сегодня не хочется. Погода замечательная, не правда ли? Правда, старушка, правда. Идем дальше. Любопытно. Аквакорт таун. Первый город, который не основной. Хорошо, посмотрим. В смысле, который не стартовый. Поговорим с дедом. На дорогах и даже в городах иногда растут небольшие деревья. Я слышал, что их можно срубать садовыми ножницами. Но они очень быстро отрастают обратно. То есть, здесь вместо атаки кат используются садовые ножницы. Хорошо. Так. Ну, а куда нам? Здесь что-то ничего нет. Вообще, онлайн здесь, я так понимаю, пока не очень большой. То есть, на данный момент, вот в онлайне здесь 3 человека нас. А-а-а, катлас. А-а-а, можно ему что-то написать. Нет, я не хочу писать, я хочу профиль посмотреть. Тренерская карточка. Вот. Знаменитый ученик. А-а-а-а. 30 опыт, медали какие-то есть. То есть, там уже достижений полно. В покедексе 60 записей. И все такое прочее. И есть, например, а-а-а-а, марсипуана. Давайте посмотрим. Здесь 61 запись в покедексе. Ну, и на фоне таких солидных игроков есть я, у которого в дексе всего одна запись. И это только мой стартовик. Я хочу поймать дикого покемона, ребят. Прям очень хочу. Пойдемте попробуем это сделать. Кафетерий. А что тут в кафетерии? Очень удобно реализовано управление. На самом деле, мышью так не напряжно, не навязчиво. Нет, поговорить нам не дают с этими товарищами. Путь слишком длинный. Любопытно. Так, и этот товарищ не хочет разговаривать. Ладно. Не хотят говорить, значит и не надо. Любопытно, почему я не могу большие пути прокладывать, почему только короткие? С чем интересно это связано? Так, садовых ножниц у нас нет, да? У вас нету садовых ножниц. Хорошо. А то бы мы там предметик забрали. Что скажет этот товарищ? Полицейский. Моя работа следить за порядком в этом городе, не мешай мне. Не буду. А, вон еще предмет. Давайте вернемся. Я слеповат, наверное, стал немножко. Прошляпил. Вон там предмет. И вон еще один. О-о-о. Нет-нет-нет, давайте собирать. Теперь-то мы внимательно будем смотреть в правый верхний угол и увидим. Три грейдбола. Отлично. Слушайте, ну прикольно. Особенно, когда играешь не один, а с кем-то в связке, когда здесь людей побольше. Наверное, еще интереснее. Но здесь вот мы не залезем. Это надо обходить. Тут нужно деревце рубить. А вот этот можно и достать, на самом деле. Так, путь слишком длинный, да? Так. Не дают нам пройти. Так. Берем. И там три стимулятора. Ну, лишним это все точно не будет. Лечить нам наших покемонов по-любому как-то придется. Так что стимуляторы это всегда нам на руку. Так, что скажет этот дедок? Мне показалось, что здесь недавно разговаривал Мяут на человеческом языке. Кажется, мне стоит заняться своей бессонницей. Слушайте, это очень мило. Ребят, напишите в комментариях, играли ли вы когда-нибудь во что-то подобное. Ну, то есть, насколько мне известно, браузерных игр по покемонам довольно много. Они разные. Есть как отечественные проекты, так и зарубежные. Поделитесь в комментариях, в какие играли и какие, собственно, вам больше всего понравились. Ну, пока, честно говоря, мне нравится. Это такой, знаете, приятный, ненапряжный вариант для того, чтобы поиграть где-нибудь там, не знаю, в маленький перерыв, в обед, я не знаю. Когда тебе не нужно расчехлять приставку, долго загружать игру, ты просто раз зашел в браузере. Интересно, а как сделать, чтобы на тебя напал дикий покемон? Вот я хожу сейчас по траве, а на меня никто не нападает. Любопытно. Ладно, не хотят нападать, значит и не надо. Ты собираешься пойти в лес? Будь осторожен, там водится много покемонов-жуков. И подготовься к битвам с тренерами, их там не меньше. Хорошо, я готов. Или тут покемоны, это вот эти вот, которые бегают прямо. Да нет. Это просто для красоты здесь. Всякие скаттербаги скачут. Ну, смотрите, статуя пробопасса такая. Любопытная. Лес Санта Луна. Очень любопытно сделана игра, честно вам скажу. Очень красивая. Мне прям нравится. А куда делся? Ой! Как он меня напугал, а? Какой был страшный звук. Битва началась. Хелиоптайл против Каторпи. И причем у нас нет половины здоровья сразу. Прям больно. Затрещина. Давайте еще одну, может быть, дадим ему. И вот теперь будем ловить. Инвенталь. Грейтбол. Раз. Так. Удачная поимка. Все, ура. То есть теперь нужно нажать уйти, наверное, да? Угу. То есть теперь у нас два покемона. Прекрасно. Достаем зелье. Стимуляторы. Дать покемону. Гелиоптайл. И Каторпи. Все. Теперь у нас полностью здоровые должны быть покемоны. Да, два покемона. И теперь у нас есть Гелиоптайл и Каторпи. Шикарно. Уже лучше, чем ничего. Тут, смотрите, много разных покемонов вводится. Опа. Сейчас опять будет курлык. Очень громкий курлык. Честно говоря, прям пугающий звук. Можно бы его как-нибудь, наверное, потише было сделать. Но это, пожалуй, пока единственный минус, который мне здесь не понравился. Все остальное здорово. Гелиоптайл и Панпур. Начнем с затрещины. Наносим по 9 урону друг другу. Еще затрещина. Это минус 7 еще. Давайте еще одну. Ух ты. Гелиоптайл в нокауте. Выпускаем Каторпи. Ну что мне остается, кроме как бросать грейтбол сразу. Удачная поимка. Есть. Поймали. Чудесно. Сразу тогда выходим из этой битвы. Уйти. Идем в инвентарь. И зельем, который стимулятор. Вот Гелиоптайла нельзя вылечить. Из-за того, что он полностью в нокауте. То есть все, как в оригинальных покеиграх, использовать можно только на покемонах, не до конца еще нокаутированных. Так, а можно ли как-то его на первую позицию выставить, Панпура? Так, интересно. Честно говоря, пока не нахожу, как здесь это работает, поменять покемонов местами в команде. Интересно. Ну да и ладно, я думаю, это не так важно. Давайте пройдем дальше, посмотрим, поговорим со здешними тренерами. Не ожидала, что ты отправишься в лес. Я изучаю жуков-покемонов. Меня очень увлекает процесс превращений. Сначала они становятся куколками, а затем прекрасными бабочками. Становятся. Какой вот этот звук все-таки не очень приятный. И очень-очень громкий. Как-то, наверное, его можно отключить или заменить. Чешуя мантайка. Интересно, что это за предмет такой? А где он? Куда он делся? Очень интересно. Так, ну, пока я не все здесь понимаю, куда делась чешуя мантайка, мне не ясно, но куда-то она делась. И она, видимо, взялась. Хорошо. Взялась и ладно. Ты кто? Старушка Эмма. Сегодня явно не день для сборки грибов. Явно. Побежали дальше. Я уже боюсь. Опа. Странный путник. Снова вы тут ходите. Давай сразимся. В бой. Итак, Катарпи с нашей стороны. Со стороны противника с центры от восьмого уровня. Это может быть для нас большой проблемой. Он много наносит урона. Пробиваем. И у нас нокаут. Мы потеряли своего покемона. Выпускаем Панпура. Знаете, что еще непривычно? Что вот здоровье моего покемона, оно слева вверху. А здоровье противника справа внизу. Как-то вот сбивает с толку. Я сюда смотрю. Думаю, что это мое. Но это, наверное, вопрос привычки. Так. У покемона недостаточно ПП. У меня нет ПП. Вообще. А как так получилось? И мы друг друга нокаутировали. Вот это да. Бой окончен. Оба соперника были равными. Так. А у меня покемоны-то вообще остались? Они у меня все в нокауте. Я сражаться не могу. И что теперь? Интересно. Как здесь все это реализовано? Любопытно. Там был предмет. Но там нужно сражаться с тренером. Но можно отказываться от битв. А-а-а. То есть сражаться не обязательно. Можно отказываться от битв. Здесь это не в напряг и никого это не оскорбляет. Хорошо. Давайте, наверное, тогда сейчас пройдем. Не будем ни с кем сражаться. Нам все равно некем сражаться. И вылечим наших покемонов. Так, здесь тропа 3. Я думаю, нам недалеко еще идти здесь. Так. Мы сейчас подлечим покемонов и вернемся назад. Все-таки, ну, хотелось бы с нормальной командой что-то показать. Что-то, я не знаю, как-то сразиться. Не-не-не, сражаться я не могу. Слушайте, ну вообще прикольно. А вот и Санталун нам сюда и надо. Но мы сейчас вернемся, наверное, назад. О, Лаборант Икс. Я ждал твоего прихода. Покажу тебе кое-что. Следуй за мной. Ну, пойдем. Он мне центр покемонов показать хочет. Заходим. Покецентр. Эта машина позволяет заниматься размножением покемонов. Она есть в каждом покецентре. Чтобы ей воспользоваться, нажми на клетку с этой серой панелью. И ты подойдешь к ней. Так. Размножать покемонов это мое самое любимое. Это медсестра Джой. Она всегда готова помочь вылечить твоих покемонов. Нажми на клетку перед Джой, и ты сможешь подойти к ней и поговорить. Она всегда готова тебя направить. И, наконец, система питомника. Здесь хранятся все твои покемоны. Ты в любой момент можешь погрузить в него своих покемонов или забрать. Все, это понятно. Я ухожу по делам. Надеюсь, ты все запомнил. Иди теперь к профессору. Он выдаст тебе первого покемона. Ну, как первого? Четвертого? Ну, ладно. Сперва вылечим. Эскюзимуа. Вылечите, пожалуйста, моих покемонов. 285 монет это стоило, между прочим. Тут не бесплатно. Ничего себе. Дорогое удовольствие покемонов лечить. Так, а размножать? Выберите двух покемонов с противоположным полом и с одинаковой группой привлекательности. Если покемоны бесполые, на них обязательно должны быть надеты амуриты. После удачной спарки вы получите яйцо покемона. Так, то есть я могу спарить каторпи и все, и панпура. Ужас какой. Два самца. Нет, так у нас ничего не получится. Спаривания не будет. В другой раз. Но я предлагаю, знаете, что сделать? Перед тем, как идти в лабораторию, все-таки немножко южнее метнуться. И попробовать сразиться вот с этим жукаловом. В бой! Итак, у него сквиртл. Сквиртл седьмого аж уровня. Ничего себе. Давайте затрещину ему. Еще затрещину. И еще затрещину. А он вместо этого использует танец дождя. И ничего, по сути, не делает. Он немножко тупит. Готов, да? Или не готов? Победа, да. Победа за Покепика Проджект. Вот это вот тоже такой момент, который я бы рекомендовал разработчику поправить. Когда поединок завершен, хотелось бы, чтобы из этого окна тебя как-то выводили, чтобы ты понимал, что он завершен. А пока это не всегда понятно. Бедуф. Десятый уровень. Ничего себе. Шлепок грязью. Еще шлепок грязью. Еще один и еще один. И даже, наверное, еще один. А вот теперь можно ловить. Последний грейтболл. Удачная поимка. Мы с вами поймали Бедуфа. Ну, теперь такими довольными с такой командой можно уже и идти в Санта-Лун за стартовым покемоном. Сейчас самое время идти за стартовиком, когда у нас с вами в команде уже 4 покемона. Восьмой, пятый, девятый и десятый уровень. И из самок только гелиоптайл. Обидно. Может быть, кого-нибудь скрестили бы. Слушайте, ну в моем понимании браузерные игры вообще не такие были. Я думал, это что-то прям совсем такое нудное, некрасивое, тормознутое, забагованное. А тут прям уютненько. Лаборатория Сайкамора. Ну, пойдемте. Профессор. Дай покемона. Привет, Покепика Проджект. Добро пожаловать в мою лабораторию. Рад тебя видеть. Наконец-то твое приключение в мире Покерут начнется по-настоящему. Сегодня начнется твое увлекательное путешествие по миру невероятных существ. Покемонов. Кто такие покемоны? Это существа, которые живут бок о бок с нами. Мы точно не знаем, откуда они произошли, и в попытках разрешить эту загадку родилось множество удивительных легенд. На своем пути ты встретишь много разных людей, которые, возможно, смогут рассказать тебе легенды о происхождении покемонов. Покемоны опасны? Я бы так ни сказал. Покемоны, они как люди. У каждого свой характер и свое поведение. Многие покемоны могут подружиться с человеком и образовать крепкую связь. Однако, есть и такие покемоны, которые могут быть агрессивны к людям. В дикой природе их очень много. Ах да, ты же здесь, чтобы стать тренером. Тренером? Тренер это тот человек, который все время совершенствует навыки в сражениях, путешествует по миру и тренирует покемонов, собирая сильные команды. Я хочу стать тренером! Здорово! Твоя мама уже дала тебе покемоны, и он выглядит великолепно. Однако, в моей лаборатории все новички получают покемоны для начала приключений. И ты тоже можешь выбрать одного. Что это за покемоны? Прежде чем показать покемонов, скажи, какой из этих типов тебя больше всего интересует? Ну смотрите, водные у нас есть. А давайте возьмем травяного стартовика. Че тут думать-то? У-у-у, ничего себе! Это ответ на вопрос, сколько здесь поколений. Давайте возьмем спригатита. Сладкий аромат, который издает его тело, завораживает окружающих. Аромат усиливается, когда этот покемон находится на солнце. Беру! Ты сделал отличный выбор! 30 покеболов! А теперь основы игры. О сражениях, о ловле, о разведении. Ты знаешь, мне, наверное, о разведении интереснее. Позволяет вывести по генетическому потенциалу лучших покемонов. Так, ну это все понятно. Об основах больше ничего знать не хочу. Я и так чудо как хорош. А вот тут что-то на столе лежит, мне бы хотелось взять, но не дают. Ладно, коль не дают, значит не мое. Слушайте, ну здорово. Есть покемоны даже из новых поколений. Спригатита. Где здесь покедекс, кстати? Где-то, наверное, должен быть. Вот кнопочка. Я нажимаю на свою аватарку и здесь покедекс, кланы, настройки и выход. Открываем покедекс и видим, смотрите-ка, полноценный покедекс по типам покемонов. Например, вот жуки. Паттерпи, Метапод, Баттерфри. Всем нам известные покемоны-жуки. Открываем, например, Янму. И видим, что тип у нее насекомый. А это что такое? А, это список сравнений. То есть здесь ее статы. В кого эволюционирует? Каким путем? Сколько шайни? Сколько? О-о-о-о! Ребят, да тут прям солидно. Покедекс сделан прям на совесть. Круто. Давайте попробуем куда-нибудь продвинуться. Может быть, даже кого-нибудь поймаем. Теперь-то у нас покебола в полной карманы. Слушайте, ну клево. Могу рекомендовать эту игру вам. Ссылку, как всегда, оставляю в описании. Можете открыть, попробовать поиграть самостоятельно. Поделиться своими командами. И если вдруг кто-то поймает Корнивайна, обязательно напишите где. У нас в городе практически нет серьезных тренеров покемонов. В основном любители жукололы. Ну хорошо. Жуки тоже серьезно. Я бы с удовольствием стал лидером покемонов-жуков. Так. Тут у нас какой-то предметик лежит. Надо брать. Забрать. Монета Гемигула. Одна штука. Любопытно. Так, кто у нас тут? Мой Баттерфельд прилетел ко мне от парня за морем. У него с собой был конверт. Хочешь знать, что он написал? Тебе правда так интересно? Посмотрим. А это секрет. Засранка. А ну мне же интересно, что написал тебе твой парень. Прислав это вместе с Баттерфри. Очень интересно. Четвертая тропа. Знаете, перед тем, как на четвертую тропу идти, было бы неплохо посмотреть, а работает ли здесь стадион. Потому что я-то его вижу. А видит ли меня он? Это вопрос. Извините, а стадион работает в городе? Бегает из стороны в сторону в поисках чего-то. Да где же они? Вы что-то потеряли? Ой, ты давно тут стоишь? Я тебя не заметил. Только пришел. Вы что-то потеряли? Да, я потерял покеболы своей сестры. А в них были ее покемоны. Она бывший геймлидер этого стадиона и сейчас по работе уехала. Она прибьет меня, если я не найду ее напарников. Помоги мне. Каких покемонов ты потерял? У нее было три покемона. Маскерейн, Ливани и Вивион. Принеси мне их, пожалуйста. Буду вовек жизнь тебе благодарен. Вместо Ливани можешь принести Сводлуна, а дальше я сам его эволюционирую. Но все они должны быть сорокового уровня. Ничего себе квест. Это серьезно. Да, то есть нам дали новое задание, но мне кажется, мы пока к нему не то чтобы готовы. Слишком высокие уровни. Где тут был дневник? А где тут квесты? А какой из них? Что-то я заблудился. А, наверное, вот это. Ой, простите. Помощь Биллу. Да-да-да-да-да-да. Потерял покеболу. Вот Маскерейн. Можно нажать, и мы тогда увидим, где он, наверное, ловится. Да, тропа три в воде. Слушайте, потрясающе. Это же очень удобно. Как же круто сделано, а? Блин, мне нравится. Я не думал. Я не думал, что я это скажу, честно говоря. Ну, было определенное такое предвзятое отношение к проектам, которые из-под браузера работают. Но, был приятно удивлен. Круто. Шлепок грязью. Бабах. Слушайте, гелиоптайл сейчас, по-моему, мой свалится. Бой окончен. А, бегство. Вот в чем дело. Не видно все-таки. Ну, вот то, что происходит на экранчике, и то, что происходит здесь в описаниях, оно, ну, не всегда друг другу соответствует визуально. Это немножко сбивает с толку. Данспарс убежал. Или я убежал? Да нет, Данспарс убежал. Все. Давайте попробуем вот этого тогда поймать. А его уже и нету. Нет, он есть. Да, господи, вот, ну, промахиваюсь я периодически. Шлепок грязью. Минус 4 здоровья. В ответ он повышает свою защиту. Ага. Бабах, меня нокаутировали. Давай спригатита. Спригатита всего лишь пятого уровня. От меня особо пользы здесь сейчас не будет. Слушайте, его сейчас быстро так разбирают. Так, давай тогда так. Царапанье. Царапанье. Вот это урон я получаю, а. Еще пару раз бы его тыкнуть. Вот сейчас надо ловить. Вот сейчас надо ловить. Покемон упорно сопротивляется. Ай-яй-яй. Опять сопротивляется. У меня последний покемон, между прочим. Ловлю. Поймал. Есть. 120 монет нам с вами начислили. И тут же нападение еще одного покемона. Бидуфа. И сбежать нельзя. Почему? Я хочу сбежать. Но у меня есть теперь Дан Спарс. Есть кому ответить. Повезло. Но он, по-моему, не ответит. Все, нас выкинуло в пакет-центр. Мы проиграли. И потеряли всех своих покемонов. Значит, все-таки все работает с пакет-центрами так, как мы привыкли. Просто на тот момент мы еще ни в одном пакет-центре не были. И поэтому нас некуда было отправить. Но ничего, у нас теперь есть мощный Дан Спарс. Вот единственное, мне непонятно, как здесь менять покемонов местами в команде. Группа привлекательности, витамины, крылья какие-то. Все, что угодно есть. А порядок выставления в команде я пока не нашел. Матидекс, кланы, настройки. Давайте попробуем у компьютера. Ну, у компьютера, наверное, можно. То есть, выкидываем в питомник. Забираем обратно. Ну, наверное, это не единственный путь, которым можно покемонов перемещать. Я в этом более чем уверен. Но просто я вот, честно говоря, пока не понимаю, как это работает. Не суть. Даже с такими покемонами мы с вами немножко можем еще здесь погулять. И может быть, кого-нибудь даже поймать. Пойдемте на юг. На юге было лучше. Слушайте, ну круто на самом деле. Бродишь, ловишь покемонов, сражаешься с тренерами. Ну, все, как мы с вами в поке-играх привыкли. Очень уютненько. Очень комфортненько. Мне нравится. Тут где-то был предметик. Так, доберемся. Интересно, а предметы, они здесь всем игрокам доступны? Или кто первый встал того и тапки? Интересно. И все-таки как-то покемонов здесь, наверное, менять можно местами. Да и не наверное, а точно. Но узнать бы как. О, вот, нашел. Нужно нажать на покебол. И здесь, во-первых, есть возможность выпустить на прогулку, чтобы он рядом с тобой ходил. Что уже офигительно. А во-вторых, есть возможность сделать стартовым. И он, наверное, теперь у нас будет первым. Вот сейчас мы и проверим. В бой. Да, он ставит его первым. Блин, у него арак вонит 15-го. Да что за фигня-то? Что ж такие уровни? И он в один удар меня выносит просто. В один удар. Мне нечем ответить. Шлепок грязью. Затрещина. Смешные атаки со смешным уроном. Ну, Данспарс, если только. С какой-нибудь гнев агонии. Ну, я очень много получаю урона. Победили. Ура, справились. Чудом. Чудом каким-то мы справились. Прям вообще неожиданно. Больно. Тяжело. И страшно это все дается. Но, с другой стороны, у нас есть Каторпи. Который вполне может сражаться. Ну-ка, давай-ка с Диким. Опа. Беду в восьмой уровень. Толчок. Толчок. Просто серии толчков. Сейчас запинаем его. Опа. Победа. А опыт, интересно, дают нам или нет? Ну, да. Вообще-то, Каторпи у нас уже до восьмого вкачался. А это что такое? Эволюционировать. Эволюция здесь делается вручную. То есть, покемонов нужно эволюционировать самостоятельно. То есть, начинает покебол дрожать. Ты выбираешь покемона, давишь эволюционировать. И он меняет свою форму. У нас теперь, ребят, метапод. Такими темпами мы сейчас из этого метапода с вами вполне и баттерфриз делаем. Давай-ка. Пикачу. Пикачу 14 уровень. Да что ж такой сильный-то, а? И он нас вырубает. Практически мгновенно. Бум. Слушайте, а можно его поймать, а? Инвентарь. Раз. У тренера нет места. Я не могу его ловить из-за этого. Любопытно. То есть, нужно выгружать своих покемонов, чтобы кого-то поймать. Слушайте, ну, по-моему, я проиграл. Да. Наверное, я проиграл. Победа за диким покемоном. В общем, ребят, чего здесь только нет. Мы с вами покрыли только какой-то, не знаю, верхний пласт здешнего функционала. Я смотрю, здесь и кланы, которые, правда, выйдут, наверное, только в следующем обновлении. И ивенты. Вот сейчас идет какой-то кодекс знаний, посвященный первому сентября. Если нажать подробнее, нас перекинет в телеграм-канал, где можно изучить, собственно, все нюансы, особенности и подробности. И разного рода квесты, которые в разных местах выполняются на разных тропах. Здесь дофигища контента, огромное количество покемонов. И если будет игроков побольше, если здесь прям будет кипеть жизнь, то будет, наверное, очень и очень классно. Ну, а на этом, пожалуй, все. Я с вами прощаюсь. Как всегда, оставляю ссылочку на этот проект в описании этого видеоролика. Обязательно заглядывайте. Там много всего интересного. Делитесь своими впечатлениями в комментариях. На этом я с вами окончательно прощаюсь. Всего вам самого-самого наилучшего. До скорых вам встреч. Пока-пока.